МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На холсте и на ткани в галерее «Серебряный век» открылась выставка Любови Астерлевиной. Ввести объекты в срок другого варианта быть не может. Сегодня глава республики проинспектировал, как в столице Чувашии возводится кадетский корпус и центральная многопрофильная поликлиника. По намеченному плану сейчас работают не все подрядчики. Что мешает строителям и как они намерены войти в график? Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Строительство кадетского корпуса перешло в активную фазу прошлым летом. Но взяв уверенный старт, подрядчики от графика отстали. В декабре пришлось корректировать проект. Руководитель компании «Старко» указывает на серьезные недочеты в документации. Это связано было, во-первых, с водонасыщенностью грунта, где конструктивную схему проекта пересмотрели. Заранее эти моменты не согласовываются. Во-первых, на аукцион выставляется документация готова. Понятно, мы, придерживаясь к той смете, рассчитываем на те объемы работы. А по факту, оказывается, проект от сметы существенно отличается. Сейчас, уверяют подрядчики, необходимо пересмотреть смету. Из-за этого затягиваются отделочные работы в уже возведенном спортивном блоке. «Именно по корпусу все уже, конструктивная схема все определена, скажем, там уже понятия есть. Только вот такие вещи, как конструкция витражей, пристенные там, лестницы металлические, они пока отсутствуют у нас в смете, тоже по ним решение должно быть». Сегодня арбитрам между подрядчиком и проектировщиками пришлось выступить в главе республики. «Когда с ними? Вы вот без нас не можете дольше встречаться». «Мы сегодня выдаем витражи и окна. Все там просчитали, просмотрели, что-то мы убрали, что-то мы добавили. Сегодня окна выдаем». Все проблемы, отмечает Михаил Игнатьев, необходимо решить в ближайшие дни. Строительство корпуса глава региона поручил взять на контроль председателю правительства. Каждую неделю на объекте Иван Моторин будет проводить рабочие планерки. «Невыполнимого ничего нет». И так далее. Строительный бизнес, он нормальный бизнес на сегодняшний день. Строительная индустрия развита. «Для нас, для всех, должна быть честью, что кто взял, кто конкурс выиграл, кто пришел сюда работать, это для вас, для всех, должно быть честью. И ваше доброе имя будет писано, кто какой объект строил». Кадетская школа будет рассчитана на 400 мест. Здесь возведут учебные и спортивные блоки, актовый зал, а также спальный корпус. Пока позволяет погода, на стройплощадку необходимо привлечь не менее 200 рабочих. Глава республики отметил, что субподрядчики должны ускорить темпы. «Пойдет, допустим, в марте месяце вода, все, и тут же еще столько лишних работ придется делать». «Людей пока недостаточно, но он фундаментная работа, я думаю, лучше будет видеть, когда из земли помощь выйдет вкладка». Рядом с корпусом появится и Кадетская роща. Благоустройство должно начаться весной. Средства на реализацию проекта выделят из федерального бюджета. «Кроме фонтанов, значит, здесь размещаются вдоль этих аллей основные интересы дендрологии». Активными темпами в столице республики возводят многопрофильную поликлинику. Сдать объект обещают раньше срока. Хотя в прошлом году от намеченного плана подрядчики отставали. Необходимо было перенести инженерные сети. «Плану 2020 год, первую половину 2020 года. Но строитель говорит, что мы в 2019 году, в второй половине. Если он говорит, он сделает практически. По финансированию проблем не будет». «Вы знаете, как мы переживали, когда ее закрыли? Ну что, вот пока пользуемся той поликлиникой, обращаемся туда, лечимся там. Но ждем». На строительство поликлиники в бюджете предусмотрели более 700 миллионов. Для республики это приоритетный проект. В перспективе здесь будут обслуживать жителей всего центрального района Чебоксара. За смену врачи смогут принимать более 500 горожан. С вводом новой поликлиники снизится нагрузка и на другие медицинские учреждения. Дмитрий Ковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика. До выборов президента России осталось ровно два месяца. Сейчас в предвыборную кампанию продолжают 17 кандидатов. К процедуре сбора подписей в свою поддержку допущено 15 из них. Выдвиженцы от парламентских партий Владимир Жириновский и Павел Грудинин от этой процедуры освобождены по закону. Из самовыдвиженцев подписи собирают двое. Владимир Путин и Владимир Михайлов. Общественный штаб поддержки Владимира Путина провел свое первое организационное заседание. Инициаторами выступили трое сопредседателей. Двое из них доверенные лица действующего президента страны. Это директор филармонии Николай Казаков и ректор педуниверситета Владимир Иванов. Хочу поблагодарить Владимира Путина за доверие, которое оказано в Чувашской республике, в том числе мне. И выступать в качестве его доверенные лица – это огромная честь. И я понимаю, за мной стоит еще и коллектив педуниверситета, которые сегодня рассчитывают на стабильное, уверенное развитие как Чувашской республики, так и России. Сопредседатели штаба будут работать совместно с общественными организациями, с председателями ОНФ партии «Единая Россия». Нужно очень много времени и личных сил от каждого члена предвыборного штаба, от всех граждан, поддерживающих данного кандидата. Это разъяснение, это общение со своими соседями, это общение с молодыми людьми, это общение с разными категориями граждан, разъяснение, информационная работа. Потому что именно явка, именно активная гражданская позиция, она в эти выборы особенно важна. На заседании обозначили три главных направления работы. Первое – территориальное. Сейчас по всей республике собирают подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина. Другие направления – отраслевое и информационное. К тому же штабом будет организован прием людей по различным вопросам. На консультацию в Чебоксарах можно приходить по адресу улица Калинина, 80 В. Вся та деятельность, которую мы вели в рамках регионального нашего штаба, в рамках той работы, которую мы осуществляли по мониторингу выполнения указов и поручений президента России и лидера УНФ. Они как раз были направлены на то, чтобы решать проблемы, которыми сталкиваются наши граждане. И, соответственно, помогать нашему лидеру в решении этих проблем и задач, которые есть на территории Чувашской республики. Говорили и о некоторых сложностях предвыборной кампании. Чтобы обеспечить всем возможность проголосовать по месту пребывания, надо будет заранее писать заявление в МФЦ, либо в территориальную избирательную комиссию. Людям пожилого возраста сделать это непросто, особенно жителям сельской местности. Есть и другие проблемы. Их предстоит решать членам штаба поддержки Путина. Другие штабы, например, Ксении Собчак и Григория Явлинского, на территории Чувашии уже собрали необходимое количество подписей по 2,5 тысячи. Хотя процедура сбора ими еще не закончена. Остальные кандидаты активность на территории республики пока не проявляли. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. О правах военных говорили сегодня на видеоконференции, которую провел командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин. Центральный военный округ самый большой в России. В него входят 29 субъектов страны, в том числе и Чувашия. Одной из важнейших задач среди поручений президента было и остается укрепление социальной гарантии военнослужащих и членов их семей. В качестве одной из первоочередных мер возобновлена ежегодная индексация денежного довольствия военнослужащих и одновременно с 1 января увеличена военная пенсия. Только в этом году 9 тысяч военнослужащих получили постоянное жилье и более 31 тысячи служебного. Всего за последние 5 лет реализовали свои права на жилищное обеспечение 457 тысяч военнослужащих. Среди проблем, которые называли участники видеоконференции, нехватка детских садов в военных городках и трудности трудоустройства жен военных. В Чувашии на данный момент войсковой части нет, ее расформировали в 2016 году. Уволенным с военной службы помогают трудоустроиться в центрах занятости. Сегодня в Ленинском районе Чебоксар поздравляли семьи, где в самом начале Нового года родились первые дети. С малышами и их родителями познакомилась наша съемочная группа. Цветы, добрые пожелания, первый в жизни документ, свидетельство о рождении. Правда, малыши пока об этом не знают. И на торжественной церемонии сладко спят. Зато волнуются новоиспеченные родители. Егор Голубев появился на свет практически сразу после боя курантов, в праздничный день 1 января. Родители признаются, это самый лучший новогодний подарок в их жизни. Нашей семье три года, так что он у нас долгожданный. Он родился, на него посмотрели и подумали, что это только Егор. Другого им не быть не может. Ждали, когда Егор появится, что он выберет, какую дату. Он выбрал 1 января. Можно сказать, немножко себя обеспечил уже в детстве. Кроме основного ежемесячного пособия по уходу с ребенком, Голубева смогут получать и адресные ежемесячные пособия. А вот Аделия Полякова родилась 2 января. Но тоже, как и Егор, будет получать от государства дополнительно каждый месяц, вплоть до полутора лет, почти 9 тысяч рублей. Это одна из инициатив президента Владимира Путина по поддержке семьи с детьми. На детей, которые рождены после 1 января 2018 года, будет предоставляться ежемесячная денежная выплата. В республике она будет составлять 8 910 рублей. В этом году, с начала года, по последним данным, у нас родилось 623 ребенка. Из них первыми в семьях это 225 детей. В 2018 году мы планируем, что у нас эту выплату будет получать семьи на 4,5 тысячи детей. Для семей, где работает только отец, подспорье весьма ощутимое. По закону поддержку государства получат те, где доходы на каждого составляют не больше полутора прожиточных минимумов. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Она более 20 лет трудилась на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате. Ее работы не раз выставлялись на международных ярмарках. В галерее «Серебряный век» открылась выставка Любови Астерлевиной. Орнаменты, сюжетные линии, и все это в мягких и нежных тонах. Работы Любови Астерлевиной украшают стены многих квартир в нашей республике. Почти 20 лет она работала художником-оформителем на ткацкой фабрике Чебоксарского хлопчатобумажного комбината. Рисунки, созданные ею для тканей, по-прежнему вызывают интерес у специалистов. Вот смотрите, кроки, вот я подошла к какой-то ткани потрогать. Не ткань ли это? Настолько сделаны кроки, это рисунки для тканей, как будто они уже материальные. И все вещи хорошего вкуса. Спасибо сыну, что он сумел собрать этот материал и нам показать вот в таком объеме. Ее кисти принадлежат и многочисленные портреты, пейзажи и натюрморты. Все, что она писала, получалось свободно и просто. Художница ушла из жизни почти 10 лет назад, но ее работы по-прежнему находят своих зрителей. Любовь Георгиевна интересна нам тем, что она создает прекрасные произведения, они не яркие, может быть, небольшого размера, сделаны в основном гуашью, акварелью. Это стиль 60-х годов, это дух 60-х годов, время поисков, время интересных находок, в конце концов. Это очень стильные художницы. Я эти работы ценю, это очень необычно. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика. В эту субботу в Чувашии пройдет первый в новом году День здоровья и спорта. 20 января все желающие смогут бесплатно посетить республиканские и муниципальные спорткомплексы. В 2018 году такие дни планируется проводить ежемесячно. В Минспорте Чувашии говорят, что жители Республики смогут посетить почти 1200 спортивных сооружений. Среди них 11 стадионов, 753 спортзала, 73 бассейна и 37 лыжных баз. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин